Здравия всем, господа! Мне, как и вам, тоже уже нечего делать. И каждый, как говорится, сходит с ума по-своему. Потому что реально все пересмотрено, все перечитано, все перепито, перепробовано и так далее. Хочется выхода энергии, позитивной. Глядя в интернет, глядя в инстаграмы, глядя в фейсбуки, в ютубы, глядя на то, как начали активно выкладывать учебные видео, вдруг, почему-то. У меня возникла идея тоже выложить это видео. Просто мой взгляд, мое мнение на один аспект техники и механики латиноамериканских и европейских танцев. И вообще, техники и механики работы вашего тела. В конце этого видео я дам упражнения для начинающих. И как бонус, в самом конце видео я также дам одно упражнение для профессионалов. Попробуйте. Может быть, оно вас натолкнет на мысли или на рассуждения. И на том спасибо. Хорошо. Теперь приступим непосредственно к упражнению для начинающих. И в процессе я буду объяснять, что это такое. Непосредственно перед упражнением я бы хотел, чтобы вы дома сфотографировались вот в такой позиции. И потом по этой фотографии соединили суставы одной линии, пересекающие вашу вертикальную ось по диагонали. Одной линией соединили локтевые суставы с противоположным коленным, плечевой с противоположным тазобедренным, запястье с противоположным голеностопом. Соединили крест-накрест и вы обнаружите для себя следующее, что наше тело имеет три центра веса. У каждого они индивидуальные. Естественно, что мы все созданы, так сказать, по образу и подобию, но тем не менее мы все разные. Я имею в виду пропорции тела, соотношение пропорций тела, суставы, связки, кости, все разное. Отсюда, вернусь, когда вы соедините ваши суставы перекрестными линиями, вы обнаружите три центра. Каждым этим центром все спортсмены во всех видах спорта пользуются. Также вы для себя обнаружите интересную одну деталь, что в каждом танце эти три центра используются по-разному. Это потом уже тем, кому будет это интересно. Мы с вами продолжим, если вы захотите, онлайн. И мы поговорим о следующих аспектах, которые вы обнаружите после того, когда вы сделаете этот рисунок. Уверяю вас, для вас это будет сюрпризом. Каждый обнаружит у себя как минимум три центра веса. Но я знаю, что вы про них все знаете, но вы просто не представляете, где они. Когда вы все это начертите, для вас это будет сюрприз, о котором мы с вами поговорим отдельно. Итак, перейдем непосредственно к этому упражнению. Оно очень полезно будет как для начинающих, так и для профессионалов. Профессионалы, может быть, что-то для себя почувствуют новенькое, я надеюсь. То есть непосредственно упражнение. Итак, оно очень простое. Вы его сможете делать в условиях ограниченного пространства, в котором мы сейчас находимся все. Итак, упражнение заключается в следующем. Вы должны перенести вес своего тела, центр веса своего тела с одной ноги на другое. Это упражнение на чувство баланса и на чувство контроля, перехода вашего веса с одной точки опоры на другую точку опоры. Попробуйте перенести. Только контролируйте то, что вы делаете. Спешить не надо. Самое главное условие – это чувствовать, что вы делаете. Чувствовать. Когда вы чувствуете, и у вас это получается, тогда это имеет смысл, сенс, и тогда это будет всегда иметь успех. Почувствуйте свой центр веса, почувствуйте все суставы воздушные, почувствуйте спину ненапряженную, растянутую. То есть, скажем, комфортную, вертикальную, комфортную, вертикальную осану. Но обязательно условие, обязательно условие во всех подвижных видах спорта, таких как карате, футбол, бокс, гимнастика, бла-бла-бла, теннис большой, маленький. Итак, наши плечевые суставы, если мы хотим всегда быть в балансе, наши плечевые суставы должны находиться над передней частью стопы. То есть, не пересекать голеностоп, не пересекать вот этот сустав плечевым суставом назад. Итак, наши плечевые суставы всегда должны проецироваться на наши передние части стопы. То есть, это касается любых видов спорта, любых подач, любых ударов, любых ударов. У нас всегда плечевые суставы над точкой опоры, над точкой опоры. Итак, непосредственно упражнение. Переносим вес с одной точки опоры на другую. Но переносим, контролируя, переносим в комфорте, переносим с точным, идеальным адресом. Перенесли, проконтролировали. Перевели, проконтролировали. Перешли, проконтролируя. Честно говоря, с этого упражнения я начинал обучение профессиональным бальным танцам. А не с основного хода чачача, который в миллион раз сложнее, чем это. Точнее, вот это сложнее потом будет поставить. Итак, переходим с одной точки опоры на другую. С одной точки опоры на другую. Повторяю, суставы воздушные, мышцы комфортно работают, не закрепощаются и не расслабляются. Они держат тонус. И мы переходим с одной точки опоры на другую. Очень важно, смотрите, потом это будет, когда вы научитесь контролировать это, вы сможете это применять. Вы сможете применять overbalance, вы будете extra overbalance, но вы будете при этом не терять подвижность и вы не будете закрепощены. Очень важно адресно на воздушных, спокойных суставах перенести, проконтролировать, перенести, проконтролировать. Надеюсь, вы это поняли. Когда вы это поняли, объясните для себя вот здесь, что происходит с вашими мышцами, что происходит с вашими суставами, что происходит с вашим весом. А потом почувствуйте это здесь. И когда вы это все почувствуете, тогда это будет работать. Потом, когда вы поняли, как поняли и почувствовали, когда вы работаете с ноги на ногу, переносите вес, попробуйте в разных направлениях. По диагонали, назад, вперед, со сменой направления. То есть элементарный контролируемый, свободный, комфортный переход веса с одной точки опоры на другую точку опоры. Вот это простое упражнение, когда вы его освоите, когда вы его почувствуете, вы посмотрите, сколько у вас появится времени для координации следующих движений в ваших вариациях, в ваших бейзиковых шагах, в ваших шагах, в вашей композиции. Немножечко я вас подтолкну к каким-то мыслям и надеюсь, что вы с этим поработаете. Спасибо, а сейчас...